Всем привет, друзья! С вами Эрнесто, я продолжаю играть на Arizona RP Silent Rose. Сразу в начале ролика хотел бы упомянуть, что у меня есть свой промокод, хэштег Эрнесто Шоу. С третьего уровня его можно, в принципе, юзать, и он вам даст 200 тысяч. И также указывайте мой ник при регистрации Эрнесто Мончини. Так, в общем, в этой серии я решил продать все свои машины. И сейчас вы видите, как я продаю свою читаху за 4 миллиона на зару конд. Это уже была ночь, и я ему вот продаю за 4 миллиона. Мы с ним договорились, пробег у меня в 56 километров был, и, собственно, вот я ее продал за 4 миллиона. Итого у меня осталось, сейчас я вам скажу, у меня осталось ровно 4 машины теперь. У меня было все 5 машин, просто места у меня вообще не было, и я решил все продать, в принципе. Затем я договорился с человеком о продаже Маверика. Он мне написал, что он сейчас в банке, снимет деньги и прилетит. Договорились мы с ним на 23 миллиона. Я не знаю, почему так дорого, но в тот день вот все Маверики продавали вот так вот, за 22, 23, 24. Я решил, в принципе, не упускать эту возможность и тоже продал его за 23 миллиона. Вот мы уже с ним встретились. Это просто огромная сумма для Маверика. Для обычного Маверика на Сайд Роуз. Сейчас они опять стоят по 19, по 20. Мне тупо, можно сказать, повезло. Да, я ему предложил купить Маверик, и он его, собственно, покупает. Также на следующий день у меня оставалось 3 машины, и следующая машина для продажи, это была Хантли. Тоже пробег небольшой, 300 километров всего лишь, и вот я ее продаю за 3 миллиона 600 кидаю человеку. Он меня с 4 ломал на 3 600, и затем он вообще какой-то странный сказал, что комиссия, но это его проблема, как бы он должен был подрассчитать это все. Это не мои были заботы, но все-таки я пошел ему на уступку и скинул ему до 3 миллионов 500. И он его покупает тоже. Так, еще плюс 3,5 миллиона. Четвертая машина, это был мой Инфернус Твин Турбо. Твин Турбо я также покупал за донат. Так, мы договорились на 16 миллионах. Он хотел сторговаться до 15, до 16, ой, до 15, да, он хотел сторговаться, но нет. Я отказал, потому что это и так дешево было. Его продают все за 18. Я его свозил в банк и предложил ему купить Инфернус за 16 миллионов в комплектации АТТ. Очень было жалко с ним расставаться, но это все делалось для ролика и чтобы заново собирать свой автопарк. Все, я продал ему за 16 миллионов, значит, свой Инфернус. И на руках у меня оказалось около 28 миллионов. Прошлые деньги с прошлых продаж я также положил на депозит. Но в конце ролика мы с вами посчитаем, сколько всего получилось. Ну и последняя, моя пятая машина топовая, это Гольф Кар ТТ был. Я его продал своему подписчику за 2 миллиона. Сейчас я ему кидаю предложение. Ну, я грубо округлил до 2 миллионов. Я знал, что они потом подорожают, но в принципе он мне просто надоел и я его продал за 1 миллион 900. Также был ТТ. Вот его было совсем не жалко. Ну и все, продал последний свой кар и теперь, теперь у меня просто было 0 машин. Все, просто если ведешь карс, напишет, что у вас нет транспорта. Ну и в общем, друзья, сейчас я уже в прямом эфире. Я подсчитал все свои машины, которые я продал. То есть, это Читаха 4 миллиона, это Хантли 3 500, это Маверик 23 миллиона и это Гольф Кар ТТ 2 КК и также Инфернус ТТ 16 миллионов. Итого получилось у меня 48 миллионов 500. Ну, так округлим, в общем, 50 миллионов. Представляете, у меня было 5 машин на общую сумму 50 миллионов. Это, мне кажется, вообще нездоровая хуйня. Ну, не, бывает и дороже. Да, я знаю. Напишите, кстати, в комментарии, у кого гараж дороже был 50 миллионов. Вот, может, у вас там всякие Адюны ТТ, там еще нелегалки какие-то, в общем, Маверики ТТ также стоят. Да, возможно, у вас даже был богаче автопарк, чем у меня. Но, в общем, я продал все свои машины. И сейчас, буквально вчера на стриме, да, вчера на своем стриме я купил себе буллет. Купил себе буллет за 3 миллиона 300, да, потому что мне нравится эта машина. Я взял ее для себя. Я взял для себя эту машину. Ну, смотрите, сейчас покажу. У нее пробег почти 3 тысячи. Это, да, большой пробег, я согласен. Но я взял ее для себя за 3 миллиона, грубо говоря. Я думаю, это нормальная цена. Чисто так до конца ее доубивать. Вроде после 9 тысяч они начинают ломаться. Ну, в общем, я не помню. Точнее, даже не знаю. Напишите тоже в комментариях. Это я обязательно их прочитаю, все и лайкну. Ну, и также, друзья, да, совсем опять же забыл. В прошлом ролике я делал розыгрыш на 1 миллион. На 2 победителя по 500 тысяч. И сейчас вы их опять же видите на экране. Поздравляю вас, парни. Вы выиграли по 500 тысяч. Свяжитесь со мной ВКонтакте. Ну, а если вы также хотите принять участие в конкурсе, то обязательно ставьте лайк под этот ролик, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. И также пишите любой приятный комментарий под этим роликом. Я выберу через рандом программу двух победителей по комментариям и по лайкам. То есть, вы можете написать хоть 3 комментария, только чтобы, главное, были они разные. Хоть миллион, хоть 30 миллиона, я не знаю. В общем, сколько угодно, только чтобы они были разные. Чем больше комментариев, тем больше шанс у вас, в принципе, выиграть. Это право мне не запрещено. Но и также обязательно смотрите, чтобы у вас стоял лайк. Потому что без лайка просто вас победитель не найдет программа. И также подписки. Поэтому дерзайте, пацаны. В следующем ролике также объявлю двух победителей. Ну и сейчас я хотел бы, хотел бы показать вам вставку, где я купил сертификат на читаху за 4 миллиона. То есть, кто-то его выбил. То есть, читаху кто-то выбил с рулетки и сертификат продавал на рынке. И я увидел то, что продают сертификат. В принципе, написал то, что я сейчас куплю его. И поехал и купил его за 4 миллиона. Хотел торговаться до 3 900, но не получилось. Он чекнул мои деньги на руках и спалил, что они у меня есть. Ну ладно, не получилось в принципе обмануть его, но да ладно. Я ни капельки не жалею. Да, вы скажете, зачем ты продал читаху за 4 миллиона и обратно потом ее купил? Ну понимаете, просто это было связано с роликом. То есть, я хотел продать все свои машины, чтобы посмотреть на общую сумму, сколько у меня это получится. И все деньги закинуть на депозит. Но потом вспомнил, что читаха это крутая машина. И я решил забрать ее обратно. Итого у меня сейчас будет буллет и читаха. Я, собственно, сейчас и еду на автобазар, чтобы забрать свою читаху. Читаху. Кстати, ребятки, если... Как только я этот ролик выложу, и в течение 2-3 часов он наберет 150 лайков, это такой будет мини-челлендж. Вчера мы это не смогли сделать. Мы набрали там 220 лайков, но не за 3 часа, а за сутки почти. Так что это очень мало, ребят. Я хотел вчера выложить этот ролик, но, к сожалению, мы не набрали 150 лайков на прошлом. Давайте на этом, если мы наберем 150 лайков, я сразу же выкладываю следующий ролик. Прямо мгновенно, в течение вот часа, наверное. Поэтому все зависит от вас. И я хотел ролик такой, небольшой спойлер. Вы меня спрашивали, как я заработал 100 с лишним миллионов на Аризоне РП. И вот по этому поводу я и хотел, в принципе, запилить ролик. Так, думаю, все получится, поэтому дерзайте. Так, ну и я приехал, собственно, сюда. Так, сейчас я напишу. Карс, давайте ее отгоним. Отбуксуем, так сказать, в свой гараж. И теперь введем. Так, инвентарь рулетки. И заберем читаху. Поздравляю меня с получением читахи. О, все, отлично. Только я в ней застрял. Нет, все, я вылез. Админ говорит, админ говорит. Какой админ? Все, отстаньте, это моя читаха. Ну-ка, давайте введем теперь карс. И у меня теперь есть читаха. Эх, жалко не... Как же я хочу себе читаху Твин Турбо. Она просто пиздатая. И, кстати, надо будет ее покрасить в черный цвет. И будет вообще шикарно. О, мой Инфернус по рукам пошел. Вон, продам Инфернус. Это я ему вчера продавал Инфернус. Ну, ладно. Мой Инфернус шлюха. Просто онлайн тысяча из тысячи. Фулл онлайн. Это просто круто. Так, давайте сейчас... Ее можно, интересно, здесь затюнить? По-моему, можно. Да, отлично. Ох, тут сколько народу-то. Так, цвет. Цвет, конечно же. Цвет. Какой цвет, кстати, ее перекрасить? Вот тоже бы мне ваше мнение узнать. Давайте пока в черный покрашу. Так, выхлопные трубы. Да, поставим выхлопные трубы. Нитро. Спойлер, не знаю, ставить, не ставить. Да, поставим гнев, спойлер. Так, боковые обвесы. Блядь, ничего не вижу из-за них. Колеса. Да, господи. Блядь, я из-за них ничего не могу себе поставить. Не те колеса поставил. Сука, золотые было на нее вообще диски въебать. Но это надо сабейт. Да, господи, что за бомжи здесь, блядь. Ну, вот это меня бесит, конечно. Вот это жестко меня бесит. Съебись нахуй. Во. Вот эти колеса вроде, да. Вот эти как золотистые только, только они белые. Вот, вот это теперь нормально. Смотрите просто. Во, вот эта конфетка вышла. Вот это теперь гоночный просто кар. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Эрнесто. Давайте. Набираем 150 лайков. В течение трех часов выкладываю следующий ролик по Аризоне. Не забывайте подписываться также на канал и ставьте колокольчики, чтобы первыми смотреть мои ролики. Всех люблю. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok